ПРОТЕСТАНТИЗМ 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 «Когда дьявол восстал на господа, то он заразил этой заразой богохульства третью часть небесных сил, что символически изображается в апокалипсисе с метанием хвостом с небес третьей части звезд». Как зараза, как инфекция, эти интуиции, дрожание членов и трепетание сердца гневное, да вот, да мы, оно сообщается людям. И то, которое слабое звено, который гордый, который спесивый, который гнилой, был заряжен этим грехом до того, его только сдетонировать нужно, он сразу взрывается и идет, пополняет собой ряды беззаконников. Вот эти вот три нашлось, которые восстали на Моисея. Моисей вообще бедняга, страдал во время этого путешествия и молился Богу, ну что, разве я носил их в очреве, разве мама этим людям, что я их, значит, родил или кормил грудью, ну что же их на 600 тысяч людей, только одних мужчины, все непокорные и все бунтуют. Все хотят то перепелов, то дынь, то чеснока, то обратно идем, то туда пойдем, то тельца слили. Ну, в общем, это было для него страшным мучением. И родные восставали на него. Родная сестра Мариам тоже восстала на него, говорит, что ты, дескать, там гордый, гордишься, ты лучше нас, и надо было Богу смирять ее через проказу. А здесь они говорят ему следующее. Полно вам, они говорят Моисею и Аарону, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня? То есть чего ты, дескать, себя делаешь вождя? Мы все вожди. Такое, ну, демократия такая. Это все равно, чтобы пришли к монарху и сказали ему, хватит тебе командовать, давай устроим, учредим собрание, там, типа, парламент, Думу или Раду, что-нибудь такое. Все будем командовать? Чего ты тут раскомандовался? Ты что, лучше всех, что ли? Мы все народ Господень. Вот такой фокус они учредили, который очень плохо закончился. Потому что исходила эта интуиция из развратных сердец, из примитивной гордости. Потому что моська, она же не может смотреть, как слон идет по улице, она же должна захлебываться лаем. Что, что будет за моська, если она будет молчать? Моисей, о котором говорится в Писании, что он был кроток более всех живущих на земле, не хотевший власти, мучившийся властью, а высокая душа не может не мучиться от власти. Высокая душа власти и не ищет, а если уж получает, не желая ее, то она мучится от нее. Опять-таки, моська, шавка лезет во власть, потому что, что бы то была за моська, если бы она во власть не лезла. Моисей упал на лицо свое и сказал Господу, что начал молиться Богу о том, что же мне делать. Господь говорит ему, чтобы он проверил этих всех людей. Моисей и кадильницы с курением взяли они из этого и вышли к Скинии собрания, к той палатке, которая тогда заменяла храм, переносной храм, где был ковчег завета, где Моисей разговаривал с Господом. И так ты и все твое общество должны собраться перед Скинией собрания. Но эти не пошли. Говорят, они сказали, не пойдем. Разве мало нам того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? То есть Господь Бог, очевидно, хотел дать какое-то знамение, чтобы все взяли кадильницы, положили туда Фимиам, подошли к Кинии собрания, и Господь бы дал какое-то знамение через кадильницы, что у кого-то, может быть, благоухание было бы оно, у них бы, может, погасло. Говорят, у кого горит, тот может и будет вести народ. Но они не хотели этого делать. Они вообще отказали всяких споров, всяких религиозных проверок, кто из них правее, кто нет. И говорят, ты нас повел из Египта в землю, как ты сказал, текущим молоком и медом. А вот мы ходим по пустыне, и есть нам нечего, и кругом опасность, и то, и все. И ты еще будешь нами командовать. И вот тогда Господь Бог таки повел эти кадильницы взять, наполнить их углями и курением, и сказал Моисею, что он погубит Корея, Дафана и Аверона, а также всех тех, которые с ним. Причем, он сказал это Моисею, Моисей людям пересказал. Моисей сказал, если эти люди умрут, как все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, поглотит их всех, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Было повеление всем отступить от них. И только Корей, Дафан, Аверон, эти люди со своими семействами и имуществом стояли возле своих шатров, и после слов Моисея разверзла земля уста свои, поглотила их, и всех людей их. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Затем огонь вышел от Господа и пожрал 250 мужей, которые принесли с собой курение, которые были сообщниками Корею, Дафану и Аверону. Это 16 глава книги «Чисел», одной из книг «Пяти за пяти книжи», где говорится о некоторых нюансах и событиях, которыми сопровождалось путешествие евреев по пустыне. Путешествие было тяжелое, страшное, и при всей чрезвычайной помощи Бога евреям они постоянно роптали и постоянно находили повод восстать на Моисея и на Богом установленную власть, которую имело их путешествие в те годы. То есть начальники колен подчиняли все Моисею, и там вечно у них, это значит, червячок жил и копошился, чтобы и мне покомандовать. Партия наша рулевой, партия дай порулить. Братья и сестры, эти позывы к протестантизму, позывы к тому, чтобы мне порулить, чтобы мне покомандовать, они ведь сопровождают всех людей, не только евреев, не только времена пустынного путешествия. Это вечный соблазн для человека, вечная тень, ходящая за ним. Кто ты такой, что ты командуешь нами? Моисею приходилось словать и слышать очень много раз. Он еще когда в Египте был и, защищая своего брата из евреев, убил египтянина, то на следующий день ему кто-то сказал, кто ты такой, что ты нами командуешь? Не хочешь ли ты меня убить, как убил того египтянина? То есть это был повод для того, чтобы бежать ему из Египта в горы и там 40 лет скитаться. То есть постоянное восстание против того, кто хочет сделать тебе добро. Люди имеют такую подлую черту. Они ругаются с теми, кто делает им хорошо. И сбрасывают тех, кто делает им хорошо. И люди терпят охотно тех, кто плюет им в лицо и бьет их в лицо, и обирает непомерно налогами и поборами. Кто вообще их за грязь считает? Таких люди терпят. Появляется кто-нибудь чуть-чуть получше, начинает больше милости, больше свободы им дать, и они тут же готовы его съесть с костями. Так было с апостолом Павлом, которого ругали и в глаза, и за глаза. А он говорил им, что я что вам плохого сделал? Разве я взял у кого-то что-то? Разве кого-то чем-то обременил? Если другой придет, начнет вас оскорблять и начнет вами властвовать во имя якобы апостольства твоего, будьте слушать и будете покорны. Так было и с Моисеем. Поэтому любой бунт, который какие бы справедливые лозунги над собой не поднимал на счеты и плакаты, должен быть проверяем нами с точки зрения священного писания. Если там есть гордость и зависть и ропот и все худое, то пусть люди не хвалятся, не лгут на истину. Это примитивный тот родовой протестантизм, рождающийся из гордости и из нежелания подчиняться законно Богом поставленным властям. Всего доброго, братья и сестры. Ангела Хранителя. Повторяю, что была 16 глава книги «Числ». Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин